Дорогие мои родители, не балуйте меня, вы меня этим портите. Я очень хорошо знаю, что не обязательно давать мне все, что требую. Я просто испытываю вас. Проверяю. Не бойтесь быть твердым со мной. Я предпочитаю именно такой подход. Это позволяет мне легче определить свое место. Не будьте непоследовательными. Это сбивает меня с толку и заставляет упорнее пытаться во всех случаях оставить последнее слово за собой. Не полагайтесь на применение силы в отношении со мной. Это приучит меня к тому, что считаться нужно только с силой. Я откликнусь с большей готовностью на вашу доброжелательность. Не давайте обещаний, которые вы не можете выполнить. Это может поколебать мою веру в вас. Не поддавайтесь на мои провокации, когда я говорю или делаю что-либо только за тем, чтобы просто расстроить вас. Иначе я пытаюсь достичь еще больших, в кавычках, побед. Не расстраивайтесь слишком сильно, когда я говорю, я вас ненавижу. На самом деле это не так. Я просто хочу, чтобы вы пожалели о том, что сделали мне. Не заставляйте меня чувствовать себя младше, чем я есть на самом деле. Я отыгрываюсь на вас за это, став плаксой и нытьюком. Не делайте для меня и за меня того, что я в состоянии сделать для себя сам. Иначе у меня войдет в привычку использовать вас в качестве прислуги. Не пилите меня за мои, в кавычках, дурные привычки. Это еще больше меня зацикливает на них. Не поправляйте меня в присутствии посторонних людей. Я обращу гораздо больше внимания на ваши замечания, если вы скажете мне все спокойно, с глазу на глаз. Не пытайтесь обсуждать мое поведение в самый разгар конфликтов. По некоторым объективным причинам мой слух притупляется в это время, а мое желание действовать с вами заодно пропадает. Будет нормально, если вы предпримите определенные шаги позднее. Не пытайтесь читать мне наставления и нотации. Вы будете удивлены, узнав, как великолепно я знаю, что такое хорошо и что такое плохо. Не заставляйте меня чувствовать, что мои проступки всегда являются непоправимыми. Я должен научиться делать ошибки, не ощущая, что я ни на что не годен. Не придирайтесь ко мне и не ворчите на меня. Если вы будете это делать, я буду вынужден защищаться, притворяясь глухим. Не требуйте от меня объяснений, зачем я это сделал. Я иногда и сам не знаю, почему поступаю так, а не иначе. Не подвергайте слишком большому испытанию мою честность. Когда я запуган, я легко превращаюсь в лжеца. Не забывайте, что я люблю экспериментировать. Таким образом я познаю мир, поэтому, пожалуйста, смиритесь с этим. Не защищайте меня от последствий собственных ошибок. Я учусь на собственном опыте. Не обращайте слишком много внимания на мои маленькие хвори. Я могу научиться получать удовольствие от плохого самочувствия, если это привлекает ко мне столь много внимания. Не пытайтесь от меня отделаться, когда я задаю откровенные вопросы. Если вы не будете на них отвечать, вы увидите, что я перестану задавать вам вопросы вообще и буду искать информацию где-то на стороне. Не отвечайте на провокационные и бессмысленные мои вопросы. Если вы будете это делать, то вскоре обнаружите, что я просто хочу, чтобы вы постоянно мной занимались. Никогда даже не намекайте, что вы совершенны и непогрешимы. Это даёт мне ощущение тщетности попыток сравниться с вами. Не беспокойтесь, что мы проводим вместе слишком мало времени. Значение имеет то, как мы его проводим. Не забывайте то, что я не могу успешно развиваться без понимания и одобрения. Но похвала, когда она честно заслужена, иногда всё же забывается. А нагоняй, кажется, никогда. Пусть мои страхи и опасения не вызывают у вас беспокойства. Иначе я буду бояться ещё больше. Покажите мне, что такое мужество. Относитесь ко мне так же, как вы относитесь к своим друзьям. Тогда я тоже стану вашим другом. Запомните, что меня больше учит не критика, а примеры для подражания. Помните, что я вас люблю. Пожалуйста, отвечайте мне любовью. Мне кажется, что может быть ещё полнее этих слов? Вот и родители и дети простые истины. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...